новый магический режим фокус-фокус в нашей игре танки онлайн друзья приветствую всех на канале с вами mortal hero и сегодня вместе с вами продолжаем разбираться в нашей игре сегодня ознакомимся с теми изменениями балансе которые нас ждут уже завтрашнем и стартом но и также поговорим о том самом формате которые тоже завтрашнем рестарть на наших выходных появится не забывайте в виде ролики поддерживать однозначно пальчиком и practice подобная тема интересно но и также не забывайте на канал подписываться прожимать колокольчики если первые на канале я свой черный друзья наверно перемещаясь уже к тому самому формату который нас ждёт уже завтрашним и restart'ом довольно что-то нам подготовили интересное Разработчики это фокус-покус Та самая жига С поладенчиком на картинке С огромнейшим просто шаром магическим И по поводу, друзья, форматика Что же ждет нас в плане формата Во-первых, это формат контроль точек Во-вторых, карты холм Ферма и аренка, то есть маленькие Карты, на которых зачастую играет лишь Четыре игрока, мы будем на них Вместе с вами проводить время на Вас по огнемоте, тот самый Олдскульный формат, если помните Те самые времена, когда вы играли, возможно Со своими товарищами, на таких компактных Картах зарабатывали кристаллики То не забывайте поддержать видеоролик Пальчиком вверх. По параметрам карты, друзья Практически все выключено, кроме золотых ящиков То есть золотые ящики оставили разработчики Ну и также оставили зависимые Кулдауна, но если честно, до конца Это не понимаю, потому что если В битве не включены припасы, то как Могут быть включены зависимые Кулдауны, то есть зависимые кулдауны Это та штука, которая не позволяет вам прожать Сразу же три расходника, если же на Карте нет расходников, то каким образом Они включены, для меня не до конца Понятно, возможно я в этом сильно Ошибаюсь и напишите об этом мне В комментариях. Ну и также самое интересное То, что группы, друзья, группы могут Быть доступны в этом Режимчике. То есть вы представляете, маленькая Карта и вы втроем в группе На маленькой карте играете С товарищами против какого-нибудь рандома Либо же против таких же ребят. Жестко Также ультроконтейнеров, в принципе В них только лишь, наверное, добавляет новый предмет Это снаряды шум на грома устройства Если захотите, однозначно напишите в комментариях Мы протестируем вместе с вами в скором времени Также у нас какие-то магические миссии безумные Несколько миссий, как всегда Связаны с тем, что вы должны иметь Премиум аккаунт, боепропуск Но и остальные миссии, которые Уже доступны всем остальным Нашим игрокам Это попасть четыре раза в топ-3 В наших матчмекинговых битвах Дальше выиграть восемь битвы И, кстати, везде дают обычные контейнеры Хотя не везде, ладно Есть чуть-чуть ниже заданки Которые все же предполагают за собой Награду в виде ультроконтейнера Заработать 15 тысяч кристалликов Уничтожить 220 танков В принципе, пока что все по миссиям обычно Набрать пять тысяч очков Уничтожить один танк Используя мины в любых матчмекинговых битвах В принципе, не проблема Я думаю, что с каким-нибудь дроном Которым можно ставить мины Никаких трудностей не будет Тем более, в некоторых моментах Возникает ситуация, когда просто рандомная минка Убивает противника нашего Тем более, сейчас, как вы знаете Минки наносят критический урон Который попросту может уничтожить противник С одной мины Довольно штука тоже В некоторых моментах приятно И также нанести 30 раз критическое попадание В любых матчмекинговых битвах Также получаете один ультроконтейнер Кстати, необычная миссия Завтра будем стараться вместе с вами выполнять Также спецприложение появляется С ультроконтейнерами 150 Получается эмутит от подавления Две ядерные энергии И корпус диктатор МК-2 Кстати, завтра будет корпус диктатор Уже в исполнении HD и на халяву Поэтому завтра, может быть, тоже оценим Скин-контейнер Также не знаю, какая стоимость всех этих Спецприложений К сожалению, надеюсь, что это спецприложение Не будет стоить больше Наверное, там, 10 тысяч танкоина Потому что, как вы понимаете Во многих случаях 300 ультроконтейнерах Наверное, в лучшей ситуации Можно купить за 20 тысяч Сейчас же 150 ультроконтейнеров Будет стоить больше 10 тысяч Да, понятно, что есть эмутитик Да, понятно, что корпус МК-2 Но это не столько большое преимущество Возможно, об этом тоже напишите В комментариях, что думаете Также будет еще Приложение бездонный сундук Вот это, конечно, звание 20 контейнеров 20 ультроконтейнеров 15 недельных контейнеров Которые, кстати, как вариантик Могут вам позволить Накопить недостающие танкоины Хотя В вашем случае Покупая такой пак Вы, наверное, все же их тратите В первую очередь Получаете те самые контейнеры Ну и дальше Двойный фондик В принципе, оформление Все это ясно и понятно В плане новостей, друзья Вроде бы все Дальше мы сейчас вместе с вами Переместимся На список изменений Который тоже есть На самом деле он огромный Но я надеюсь, что мы Пробежимся довольно быстро Хотя бы по основным Моментам В ультроконтейнеры, друзья Добавили устройство Для грома Который я раньше говорил Это статус-эффект Подавление Который накладывает На 3 секунды Будет интересно Мы протестим Также в обычные контейнеры Завтрашнего дня Добавляет все 4 устройства На огнемета Магнитная смесь Парализующая Токсичная И подавляющая Как вариантик Можно в скором времени Открыть контейнеры На основном аккаунте Они старыми не станут И выбить эти самые предметы Которые Возможно В дальнейшем Пригодятся Также у нас Добавят Мегаголд Золотой ящик Который будет Номиналом 10 тысяч кристалликов Но падать он Будет лишь на вентах То есть Дисконт Уикенды Возможно Обычные венты Посвященные К тому или иному Возможно Режимчику Праздничному В этом деле Что завтрашнего дня Этот голдик Тоже можно будет Встретить Наш матчмейк Довольно хороший бонус Да Редкий возможно Но посмотрим Как это будет Но в принципе Кто возможно Тестом в сервере Был Уже знает Но если захотите Можем даже уделить Этому всему Отдельный видеоролик Изменена Цветовая индикация Урона Теперь оранжевый цвет Вылетающий чисел Урон отвечает За критический урон А красный цвет За любое уничтожение Танчика Уничтожение критическим уроном Теперь можно отличить От рем башни У цели Хорошо Так Дальше карта Плата возвращения Дневной версии Добавлен ночной версии Для всех карт Матчмейкинги Окей Участками Ну видимо В этом плане Разработчики Тоже стараются Дорабатывать Ну и так же Дополнительный список Карт Видимо Которые тоже Пополнятся В плане ночных версий Потому что Сейчас по моему Было до этого изменения Лишь 10 карт ночных Сейчас их наверное Гораздо будет Больше Ну по поводу карт Я думаю что Не самая важная информация Поэтому мы переходим Наверное К увеличению Времени существования Трупа танка После его уничтожения Как вы понимаете Сейчас танчик Если вы уничтожаете Он в принципе Довольно быстро пропадает И вы даже В некоторых моментах Можете проскочить Сквозь него Особенно на хувертанках В завтрашнем рестарте Во первых Он будет гораздо Дольше находиться Это кстати Кто помнит Времена стерладера На тестовом сервере Там где играли Киберспортмены Там именно Подобная механика была Когда вы уничтожаете танчик И он перед вами На протяжении Там 3-5 секунд Просто валяется И столкнуть его нереально То есть он как будто На массе На утяжеление Либо какой-нибудь Жесткий прям Джиггернаут И насколько Это изменение Повлияет на наш Киберспорт И целом матчмейки Завтра мы друзья знаем Но честно Что-то необычное То есть роль корпуса Будет довольно Значима В нашей игре Также пушка молот Друзья Шанс критического урона Снижен с 12 до 10% Не критично Дальше получается У нас много Много изменений С молотом Тем самым Которые я лично Довольно часто использую Дыхание дракона Поджигает противника К критическому урону На 40% Вместо 100 То есть Будет не настолько Серьезный поджиг Дыхание верное Которое вроде бы Замораживает Да А получается Будет накладывать Статус эффект Не только Третьим выстрелом Но еще и критическим уроном Как вариант Ап Очень неплохой Нашего Молтон заморозка Магнитно Картедж Друзья Получается Электромагнитный импульс Наносится Также Критическим уроном И третьим выстрелом В обойме Жестко И парализующий Картедж Видимо Подобная механика Также будет Использоваться Да То есть Многие устройства Которые будут наносить Теперь не только Последним выстрелом Тот самый статус эффект Но и Крит уроном Который тоже Периодически вылетает Статус эффекта Огушения Снижается на одну секунду То есть Вместо двух Теперь одна секунда Ну не знаю Возможно Те ребята Которые на моте Играют Потом напишут Насколько это сильно Возможно Повлияло На их вооружение Также пробить Друзья Накладывает Статус эффект Третьим выстрелом Плюс критический урон Подавляющий выстрел У нас получается Снижен В плане статус эффекта И деятельности С пяти до трех секунд Теперь практически Наши все молоты Кстати не ускоряет Получается Перезарядку Наши кассеты Гром друзья Кстати гиперскоростные снаряды По моему Понерфили его Уменьшение дальности Минимального поражения Снижено с пятидесяти До двадцати процентов Неприятно Но посмотрим Сколько это наглядно Возможно будет На каких нибудь Ближайших стримчиках Если же дойдем До этого грома Ну и скорость снаряда Повышается на сто процентов Вместо Двух По параметрам Вот неприятно То есть мгновенного Попадания по противничку Теперь Такого как У нас и раньше было Не будет Скорее всего Будет подобен Возможно Нашему стандартному Громот Пушка гаусс Друзья Скорость снаряда Выличная Кстати тут С двухсот до трехсот Метров в секунду То есть полтора раз Застила отдача Стандартно Выстала пушки Снижена С одной целой Одной десятой До двух Целых двух десятых До одной целой И двух десятых Ну в принципе Я думаю что Не критично Но при этом Это может быть Те ребята Которые играют Довольно часто На гауссе Ощутят На себе Также возвращается Друзья Человек Который мы можем Использовать Как и для того Чтобы написать Команде Союзной Те или иные вещи Так и противнику Также можем Возможно Писать приятные штучки В игру добавлен Новый тип урона Хаус Друзья Кстати Интересная штучка Это урон Который не снижается Защитой Не повышается Усилителями Источники урона Изменены на Хаус Урон Взрыв Бомбы Васпика Детонация Хоппера Сосулька Крусейдера Эми Удар Хантера Урон Молнии Шарика Орес Силовое Поле Мамонта Взрыв Танка С дроном Подрывничком И метеорит Золотым Ящичком В интерфейсе Хаус Урон Будет обозначаться Собственным Значком Комментарии В эвердрайве Хоппера Хантера И Крусейдера Уже действовали По правилу Когда их урон Невозможно было Снизить Или увеличить Введение Хаус Урона Ничего в них Не изменило Но их Логика Приведена К единому Знаменателю С другими Схожими Случаями Кстати По поводу Подрывника Раньше От подрывника Можно было Иметь защиту Каким образом Ты брал Резист От пушки На которой Играет Тот самый Парень Который Использует Дрон Подрывник И ты имел Защиту От того Самого Подрывника Сейчас Видимо Может быть Некий Даже Недостаток Для наших Игроков Которые Раньше Защищались От тех Иных Статус Эффектов Тем Или иным Резистом Дальше У нас Справлена Ошибка Из-за которой На некоторых Партнерах Были Недоступны Создания Групп Для матчмейкинга Партнера Это что Имеется Не до конца Понял По кнопке Играть В лобби Игры Выбор Режима Теперь Сделан Отдельной Кнопкой Была Удобна Со старым Интерфейсом Про битвах Добавлена Автопрокрутка В списке Бит И в списке Тем Про битвах Изменен Дизайн Окна Дополнительных Настроек Шаг Расчета Угла Автоматического Горизонтального Наведения Для мобильного Управления Снижено С 1 До 0 0,5 Градуса Это означает Снижение Максимального Горизонтального Угла Автонаведения В два раза С 4 До 2 Градусов Честно Друзья Я на мобилке Никогда не играл Возможно Вы мне напишите Об этом В комментариях Флаги Бои обновлены Теперь они С новым Логотипом Друзья Вот такие Примерные Изменения Прошлись Чуть Быстрее Чем Возможно Всегда Но при этом Я думаю Что потихонечку Мы с этим Будем Изменениям Ознакомливаться Вместе С вами Где нибудь На стримчиках Где то В видеороликах Поэтому пишите Что вы думаете По поводу Этих изменений Пишите Об этом В комментариях Хотели бы Кого увидеть В этом Видеоролике Я постараюсь Для вас Завтра Это записать Ну а с вами Друзья Был Иммортал Херо Желаем Хорошего Дня И до Скорых Встреч